Ребята, чуть не забыл, спонсор нашего сегодняшнего видео магазин ShopDetect. Работаю с ним уже больше трех лет, очень хороший магазин, можно там купить металлоискатель, катушку, пинпоинтер, все что угодно. Хорошие цены, так что ссылочка в описании, заходите, смотрите. Рекомендую всем. Ребята, всем привет. Всем привет. Решили мы с Лехой сегодня еще раз выехать. Последний день у него отпуск заканчивается, все, он уезжает. Решили съездить на старую деревню Гагры, мы ее попросту называем Гагры, все довольно-таки старые, выбитая. Там пока пал, наверное, уже весь Новосибирск, вся новосибирская область, кого там только не было. Поэтому очень многих мы там встречали, деревня подвыбитая, но зато там монеты интересные, старые. Николаевские, Александровские, в 800-е годах, 700-е, Екатерининские, Сибирки попадаются. Попробуем, покопаем там, что получится, покажем. Подъезжаем мы к нашей деревне, где мы сегодня будем копать. В общем, почти приехали. Сейчас походим по Распашке и потом в деревню. Что, место афишировать не будем, но мы заскочили с Лешей. Кто тут, на одном местечке, смотрите, как они полезли, монеты. О, за 30 минут тут буквально. Копеечку вот эту я просто глазами нашел. Лежала на поверхности. Монеты самые рядовые, но приятно, лезут как грибы. Вот украшение такое. С камушком сейчас вам покажу. Зеленый камушек. Что-то было. Может быть, конина такая. Серебряная, царская, пробитая. Теперь только пойдет в ром. Смотри, какая. Таких дней не приходилось находить. Ну, очень интересно. Деревья, хоть она и выбита вся. Но есть еще места, где они все вытащили. В общем, вот такие монетки. А Леха ходил, как лопут, не включил. Я не знаю, зачем ты вообще отключаешь эти режимы. Видно, нечаянно нажал. Отключил режим монеты. И ходил. Почему, говорит, я ничего найти не могу. Потом к нам подъехал фермер, сказал, варите отсюда. Как уберут поле. Приезжайте копать. Оно, оказывается, уже посеяное. Но еще не видно, что оно взошло. Не буду я вам показывать место. Мы еще сюда хотим приехать. Вот, смотрите, сколько я нафигачил. Леха, две штуки с Аськой. Леха, передай привет ребятам. Всем привет. Вот так, лопух. Лопух. Аська, короче, рулит. А я прям ходил. Вот нашел место реально. Вот тут каждый 40-50 сантиметров монета лежал. Это, видать, распахали дом. Мы сюда осенью приедем. Мы к старых нет монет. Вот представьте, за 30 минут. 30 минут. 30 минут. Так что я сегодня уже не зря съездил. Копеечка 24-го, двушка. Есть у нас все-таки места не битые. А когда я начинал только копать, 9 лет назад таких мест было много. Я горстями привозил эту мелочь. Она мне вообще интересно никому не вызывает. Поэтому поедем мы лучше одну в 2 часа. Но старую. Может быть, Сибирь попадется. У нас ее раньше было очень много. Потому что чеканили ее у нас в Новосибирской области. Недалеко тут от нас в Сузуне. Сибирь у нас попадается. Смотрим и переключаемся. Переехали на новое место. Вот они, ямы. Дома стояли, но они, скорее всего, советские. Вот, смотрите, ямки. Закопоклы. О, тут куча ямок. Тут вообще все в ямах. Смотри, Люф. Все в ямах. Ну, что, ребят, новое место, что нам дало? Перстень. Хлам убит. Перстень. Это видно, что старинный перстень. Ему как минимум 200-250 лет. Почистить бы. Старый перстень, конечно. Старая тут где-то. Старые тут дома стояли очень. Но тут такая мусорка. А что там еще ты нашел? Конина убит. Конина убит. Но это вот, когда в навозе лежит долгое время. А я самое ценное нашел это вот этот. Во время, старину использовали во время пыток. Подвешивали и пытали. Вот так же, посмотрите. Ползет друг Вася по штанине у меня. Снял я с себя уже 8 штук. Вчера мы с Лехой ездили на разведку. Я снял. Сколько? 24 штуки домой приехал. 8 штук снял. По высокой трое вчера ходили. Больше туда не поехали мы специально. Вот такой друг Вася тут ползет. Иди сюда, друг Вася. Так что, спасло меня то, что манжеты на мне были затянуты. Они не набили с ней в майку. Так что, возможно, он энцефалитный. Я его с себя вовремя заметил и снял. Это благодаря вчера манжетам. Все, друг Вася, иди. Благодаря манжетам затянутым. Вот тут. Вот тут. На рукавах. Самое главное, я из-под резинки снял. Манжеты всегда, чтобы затянуты больше. Чтобы они вовнутрь не могли наползти. Что, испугался? Леха вчера с себя снял с руки, присослался. А мне на шею присослался. Ну вот, сейчас пару дней пройдет, посмотрим. Появится температура синтонов у нас или нет. А то, может, больше копа уже не будет. Ну ладно. Вот, кстати, моя находка еще. Самое ценное, что я тут нашел. Ага, вот он. Вазелин. И, кстати, это было, видать, украшение какое-то. Видите, дырки пробитые. Либо коров там метили, не знаю. Ну, короче, хрень полная. Делать нечего. Мусорка. Тоже вот она, конина старая. Что-то сегодня прям как-то неудачно. Вот она, речушка рядом бежит. Наша рыболовная, рыбоносная. Лешка ходит. Вот он, дом стоял, яма. И вот она, первая находка. Сохран хороший. Три копейки. 1940 года. Ну, это, конечно, не радует нас. Потому что мы думали, это старые дома. Но это могли рыбаки в 30-е годы потерять тут на речке. Поэтому походим еще. Ну, покажи. Я вообще ничего не поднял. Вот вообще. Это ты сейчас здесь все поднял, да? Да, да. Царский. 15 копейки, 23-й год. Жалко, не 21-й. РСФСР. Что-то я давно такие не поднимал. В этом году я еще царский поднимал, а заветы нет. 30-й год. Только с Лехой поговорили. Смотрите, маленькая ямочка какая. И вот он. Вот он. Я его визуально увидел. Вот такой вот. Давно я таких красавцев не поднимал. Сейчас почистим. Многие говорят, что это Петровский. Ну, это не Петровский, конечно. Но это 700-е и 800-е годы. Такой хороший, целый с ушком. Ну, есть устали находки. Тут все перемешано. Старые дома и советские дома уже стояли на старых. На гриве на этой. Все не получается снимать. Потому что мусора очень много. Копаем вообще не получается снимать. Все, кто-то нашел. Ой, ветер сегодня какой-то сильный опять. Слушай, не похож на старую. Не, СССР. Тьфу, е-мое. Я думал, что-то ты путнее нашел. Щитовичок или как он? Дай посмотреть. 37-й. Я сверху лежал. Ямкнул. Ну, тут все перемешано. Тут и современный. 1937-й год. Рамочник другом его называют. Щитовичок. Щитовичок это со щитом. Ну, это в рамке какой-то. Я не знаю, как я. Сколько копаешь и не знаешь, Леха. Ты что? Траву не осуществляешь. Надо на высокую лесть. Клещей капец. Смотрите, ребят, что я достал. Кто догадается, что это? Как браслет от часов. Ну, правильно. Это конина. Вот, которые мы маленькие осколочки. Вот эти находим. Я вам показывал. Вот я вам сейчас разломлю. Покажу. По отдельности мы их вот такие вот находим. Маленькие. Сзади клепки у них. Вот она, целая на ремешке конина. Уздечка была полностью в этих украшениях. Не сгнила еще. Они приселись и хорошо. Красиво было. А сейчас мы ее в сторону забросим в яму, чтобы другим поисковикам она не попалась. Что там у тебя? Пять совет. Ну, это неинтересный совет. Такой он 27-й, 24-й, 28-й. 30-й. Клещик. Вот он, плечи. Вася, опять, подожди. Зараза, только присел. Хотя ты без перчаток сними, а то я их в перчатках не могу их снимать. Довольный хлеба его пускай живет. Присыпать. Мы же к нему пришли, и он там в гости. Устал я, ребят, ходить. Вот, смотрите. Ручей. Глубокий. Падает в реку. И подмыло. Я увидел, кирпичи вымыло. Кирпичи, это обожженная вина, скорее всего. Я решил шурфануть. Видите, уже какие булочники лежат. Сюда в ручей скидываю. Ну вот она. Небольшая ямка. И выпала нам монеточка. Сейчас я вам покажу. Это что-то должно быть старое. Должно быть что-то старое. Сейчас мы ее почистим. И будем дальше шурфить. Ценного, я думаю, в ней ничего нет. Она не кольцевик. Видел, я там еле-еле был крупе. Это у нас Павел Первый. Павел Первый. Сохран с этой стороны прям шикарный. А с этой стороны... С этой стороны написано Одна Копейка. Это ближе к 1800 годам. Сейчас год посмотрим. До 1800 года они шли. До 1801. Дальше пошли кольцевики. В общем, ребята, вот она красавица. Дальше тереть не буду. Одна копейка, 1798 год. КМ. Сузунский монетный двор. Многие путают КМ. Колыванский? Нет, это Сузунский монетный двор. Сейчас мы этот домик... Лешка там так и ходит. Сейчас мы этот домик пошурфим. Его еще дальше раскидаем. Посмотрим. Где-то вот в этом углу. Ага. Очень похоже на монету с Лешей. У нас очень большой опыт уже по шурфлению. Ох ты! Это надломил. Корень. Кости. Откуда корень такая глубина? Кости. Кости. Кости, люди все под пол раньше кидали. Нет, они монета, Леха. Всегда быстро получалось находить. Знаете, что-то мелкое. Вот она, монета, Леха. Это по-любому старая. Это полушечка. 1798 год. КМ. По-моему, 1797 дорогие я их находил. Это к крарику не относится. У них есть, правда, разновидные. Какие-то гуртки не видно. Чистить надо. А с другой стороны, Павел Первый. Тереть я тут сильно не стал. Если приглядеться, видно буква П. Вензик сверху. Ну, подобитая монетка. Сырость она там в углу лежала. Маленько время ее... Время ее не пощадило. Ну, и все равно приятно такие монеты копать. Вот лучше я найду одну такую, чем 30 советов. Ага, пошла. Успел Леха отойти. Вот я сбил стеночку еще одну. Смотрите, и сюда выкинул. И щит по размерам. Вот когда так металл искательств. Это минимум вот такая должна быть монетка. Минимум. Сейчас посмотрим. Монеты все тут старые. И посмотрим, что я сюда выкинул. А где опять Павлика? Ну, скорее всего. Павловский дом стоит. Подвушка. Это точно монета. Хрен там монета, блядь. А, не этот, но камень. Ну. А я разочаровался. Лешка. Вот она. Смотри. Вот это да. Вот это радости полные штаны. Смотрите, какая здоровая, толстая. Пятак Екатеринский, по-любому. Скорее всего, вон. Сейчас мы почистим, блядь, убитые. Они тут все только жалко, а. Радости полные штаны. Побежал речку мыть. Сейчас прибежит, посмотрим, что там. Грязью с реки Чулым мы его помоем. Пятаки, ребят, почему я так обращаюсь, что уже ценности не представляют. Радость радостью, конечно. Но это мой уже десятый пятак, наверное, за мой копорский сезон. Это, конечно, немного, не могу похвастаться. Но кольцевиков я нашел больше, чем вот таких пятаков. Приходилось мне за выезд два кольцевика привозить. Кстати, кольцевых пятаков я нашел мало. А вот копейки, полушек очень много кольцевых нашел. На основном полушки были. Вот здесь вот времена, где кольцевики должны быть. О, нифига, я ему патину снял, как Леха. Так что, ребят, пятак продается, пишите. Кому надо, вышлим. Так что, шурфите. Шурфите еще раз, шурфите. Леша тут зашурфился выше колена. Яма у него приличная. Но пока, видите, вот у него сопутка не идет. У него есть как бы вот... Сейчас я вам покажу. Видно, что вот он, старый культурный слой идет. Но это навоз, который вывозили или бросали рядом с домом. Это вот уже современный слой образовался. И пополами всевозможные кости, керамика. Вон, смотрите, сколько косточек. Барашков нарадержали тут. Может, диких животных каких-нибудь кушали. Обожженные черепки. Тут верхушка от горшка. Вниз. Кирпич. Если его можно назвать, это сами глины обжигали, делали. В то время стекло у них было, все у них было. Вот они тут курочек держали. Кушали. Что в данный момент делает Алексей? Он снимает верхний слой. Там, где уже местное население... Накатило. Накатило. Наносило мусорное и бросали. Вот верхний слой снимает он. Смысла нет. И навряд ли что-то будет. Вот он его туда вниз кидывает. Это глина. А после 20-ти сантиметров, 30-ти, можно смело смотреть. Что-то... Вон, видите, сколько камней. Выкинул. Кирпичи посыпали. Кирпичи, ага. Обожженные. Но это не кирпичи глины. Там больше в то время не было, наверное, кирпича. Все-таки, я думаю, тут у нас местного населения. Давай туда тоже верхушку снимай. Сейчас тоже кирпичи посыпятся. Но вон они. Также у меня тут Питак Сибирский. О, Сибирский Екатерининский высыпался. Ну и все, можешь прозванивать, а потом вглубь уходить. В общем, вот так вот это примерно происходит. И если вы нашли дом... Вот она. Ты нашел ее. О, здоровая. Ну давай, что там? Варенье царапни. И еще, еще идет она там дальше. Ага. Ну-ка, смотри. Ну, если это, конечно, монета. Монета. Чуть-чуть я до нее не докопал. Но я знал, что тут что-то есть. Я сюда и шелку. Дай, я ее почищу. Ну, это Павел по-любому. Ну, тут все, Павел. Две копейки. Две копейки. Две копейки. Буклу П. Вензель Павла Первого вы видите. Ну, по размерам, да, мы уже определяем, что это две копейки. Сейчас почистим. Посмотрим, что за монетка. Ты рад, Леха? Очень. Очень. Хочу что-то. Ребят, тортить ее не буду, чистить сильно, затирать. А то патину сниму. Ну, видно, вот Павел Первый. Просто охота посмотреть, с монетным двором она с обозначением или нет. Если она без обозначения, вот она цифра 2, видно. Без обозначения монетного двора, то стоит она прилично. В общем, вот такой вот Павел Первый. Копай. Копай. Леша зовет, что-то нашел. Давай. Мне кажется, Леша, ну, может, монета мелкая. Ну, что-то есть. А может, угольская гирька? Крест. Крест. Крестик вот такой вот. Посмотрите, ребят, мы шурфанули. Камаз Земли. Сейчас я следую. Показать вам. О, и туда ушли. Где-то метр у меня там яма глубиной. Ребята тут целый день так шурфят. И обязательно добивайте до конца. До целяка. Целяк это я имею в виду, что уже пошла такая земля. Глина. И до самого конца до глины. Потому что вот многие накутки зарывают. Вверх сняли. Они сбросили. Да, крестик. Вот у нас какой уже котлован. И Леха что-то нашел, ребята. Я такую штуку еще ни разу не поднимал. Это, мне кажется, насколько я знаю, чистить уши. Ушечистилка. Вот она, видите, лопаточка тут. Видите, как жили люди в 700-х годах. Уши себе чистили лопатками такими, как ключик сделано. Аккуратненько. Красивенько. Ну вот, Леха, у тебя теперь есть уши-копалка. Смотрите, ребят. Сопутка. Красивая, двухцветная тут она. Вверх одного цвета. Ни из другого. Вот что люди 300 лет назад уже делали. Смотрите, сколько их тут. Она целая была, видать, землю ее раздавила. О, смотри. Это какая-то то ли ваза была, вот эта. Ручка шла. Почему она не полная была? Полная чего? Она не толстым. Губа трещину не даст. Ай, сколько. Классная какая-то вещь была. Ай-яй-яй. Такой бы целый найти. Почему-то не попадается у нас целый. Целый не попадается. Да, я еще покажу. Вот с таких чайничков пили. Вот он, чайничек был. Тоже обожженная. Как черепок может определиться. Обожженный черепок. Чайничек был. Насколько сопутки. Вот еще 300 лет назад было. Боже, не 300. 200, на Рамулек с тобой ошиблись. 200 лет назад. 230 лет примерно назад. 200 лет этим вещам. 300. Что-то мы тут обсчитались. Бутылочка. Горшки обожженные, здоровые. От дна, от горшка. Что там, Леша, у тебя сопутка не идет. Одна глина идет. Ну, в общем, скину. Рыбу они ели. Вот, жабельная крышка. Чешуи много. Костей тут огромное количество. Вот мы специально выложили. Показать вам. Такие вот вещи. Пока вот идет только вот такая вот ерунда. Блин, ну сопутка идет. Горшков много, ну. Ну, монет с чего им взяться. Это на трактовых поселениях мы вырывали с дома по 120 монет. Максимально вот у нас получалось. На всех домик один мы били. До 120 монет поднимали с одного дома. Вот с такого. А здесь не трактов. Здесь не было никакого обменного пункта. Деньгами не рассчитывались, я думаю, в то время. Просто люди с собой, кто их привез, эти места. Так они и остались. Только сейчас заметил. Все горшки почти. Из орнамента на этом что-то было. Может быть, случайно так получилось у мастера, который делал. Рука-трукла. Буква-ха получилась. А тут еще одна как буква-ха. Смотрите, раз, два. Специально, наверное, какой-то... О, вот еще один выше был. Был рисунок, Леш. Крестики он тут ставил на горшке. Может быть, показывал, что... Мастер показывал свой это. Клей мы свои ставим. Леша отошел в сторонку. Начал шерпить. И сразу, смотрите, выпал, копеечка какая. Сохран. Просто шикарный. Поле ровное. Копейка. 1799 год. КМ. Павел первый. Ну-ка, Леш, что там у тебя еще сигнал? Еще сигнал. Вон она, я вижу ее, Леха. Точно. Подожди, я покажу. Вот она лежит, ребята. Давай, доставай, что-то мелкое. О, как кривая. А это? Кирпичи идут. Это новое место, Леха начал бить. Это Екатеринка. Екатеринка? Ага. Сибирь? Сибирь. Еще есть. Да ну нафиг. Это ты, слушай, где-то прям уголок зацепил под полом хороший. И еще сигнал. Вот она. Ах, дофигеть. Екатеринка. Три монеты сразу. Ну, убитые, блин, жалко. Еще одна. Ну, давай, 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 выкапывай ее. Слушай, да ты все их отсюда выдянул. Вот это мы первую тут нашли. Ты все их вот именно... Ооо. Это был пол. За 200 лет он не изгнил. Все, все, пробивай, пробивай, ты зароешь. Пробивай. Горшокчик. Горшки идут. Тоже черный. Здесь где-то по-любому. Ага. Вот она. О, Леха, ты меня обогнал. Вот она в руках. Вот она. Ага, опять Екатеринка. Ну, это полушки, либо копейки. Мы их помоем. Еще одна. Еще. Ёптай, да это рыцепуха. Смотри, рыцепуха. Первый раз у нас такое, смотрите. Ну-ка, дай-ка я их аккуратненько буду вытаскивать. Я же тебе говорю, что ты что-то нашел это, Лех. Видать, тебе кошелек вот отворит. Ага, смотри, они выпадывают. Смотри, выпадывают. Смотри, что они. Ха. Ёптай. Вот они в бересте, смотри, были. Ага. Вот она, бумага. Подожди. Там еще есть. Ну, дай бог. Нет, это кости. Ай, бля, все. Фу, бля. Слушай, это, видать, спрятанные были. Жалко. Вот, это вот гора не то. Ну-ка, солнышко покажу ребятам. Такое у нас первый раз. Вот это вот все, и грыз все сюда. Ну-ка, смотри. Подожди, я с мое достанем, Лех, подожди. Сейчас подожди, ребятам, покажем. Вот она, бумажка. Какая-то. В ней были завернуты. Может быть, кошелек старый. Вот мы сейчас достали 4 штуки. 4 штуки мы достали. Деньга. 1799 год. Это я не знаю, что. Это тоже. Короче, надо мыть. Сейчас я, ребята, так визуально посмотрю. По-моему, а потом покажем. Вот, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь монет уже. Ну, отдал ты тут за кладуху. Капани. Капани, да. Друг дружке привезли. Сейчас мы это разлепим. Вот сейчас вам видно будет, что это. Тут вензель Екатерины. А тут... Тут совсем старая монета. Это, по-моему, деньга. Либо полушка. 1740-ые годы. Это должно быть монетам. Вот. Смотри, как раздувается. Что-то выкинули. Ах, какой хороший. О, блин. И еще есть. Не буду чистить, ребят. Потому что там что-то есть еще. Ложим в кучу. Итак, ребят, первая монета. Деньга, 1748 год. Это уже Елизаветская, наверное. Вход 30 рублей. Смотреть по разновиду надо. Тут Детерев и Детерев. Орел и Орел. Я сильно не разбираюсь. Сейчас следующий мочишь. Следующая монета, как я вам и говорил. Соболя. Которых здесь в свое время подняли очень много. Соболя. Сибирь. Екатерина. Надо очистить. Гот не видно. Так. Это у нас деньга, либо полушка, конь. О, нам всадник просматривается. Тут и вентиль Екатерины. Год 1700. То ли 85, то ли 86, непонятно. Тоже полушка, либо копейка. Посматривается всадник. И вентиль Екатерины. Что-то Леша еще тут капанул. Давай посмотрим, что-то еще есть. Канинка с белым камнем. Канинка с белым камнем. Что-то еще что-то есть. О, смотрите, доски, ребят, шли. О, нам пол был. Лопатой вытащить. Вот она, доска идет, где-то под доской. Вот она идет, доска. Вот прям доску ты только прокапываешь. О, вот сейчас выкопаешь. О, что-то ты там касканул, ага. Нет, скорее всего, опять чугун. Где же чугун? Кошик, что ли? Ё-о-о, хамик. Чесак какой. Слушай, ну часак так часак. 200 лет ему и сгнил. Ручка, смотрите, деревянная, даже не сняла еще совсем. Смотрите, у него еще дерево осталось. А, едет. А, наруси в клуб уходить. И он пищал, значит. Такое ощущение, как будто он в ножнах был. Да, скорее всего, в ножнах. Вот они, отпали. Вот оно осталось в лезвии. Друзья, уходи, будем вылечь. Когда монеты прут, Лёха, как трактор, работает. Работает, как я сразу сказал, по порядку. По порядку лезвина. Вот такой вот ножик. Лезти. Может быть, еще больше. Что-то выиграет. Да, интересно, что это. Да, это, скорее всего, тоже и так. Катерина. Да, мы твои решили. Так, давай, вот туда еще. Выгоним, все, что-то. Раз. Пошоркал я ее. Песочком. Ценности не представляет, но за хран ничего. 5 копеек, все видно прям. КМ-овская. 1900, ой, 1793 год. Вот такой второй пятачок. И полушка. А, не, полушка. Это деньга. Деньга конь. Тут садик нарисован. Потом почистим, хорошо покажем. Вот Екатеринский вентиль, видно? Тоже конец 1700-х годов. 1780-й. Или 90-й, не знаю. Что же видно? Что-то. В общем, как-то так, ребят. Надо чистить. Зашаркивать не будем. Вот, короче, с этого дома мы подняли уже монет. 20, наверное. Ну, я, наверное, переборщил чуть-чуть со страха. Ну, да. Он морда черный. Грязный? Вот так вот происходит шурф. Вот так вот, ребят, монеты возвращаются в жизнь. Вот она маленькая, зелененькая. Вросла. 200 лет лежала, она ждала. Тоже какая-то Екатерининская. Копейка. Может, Елизаветовская. Короче, монеты тут от 1740-х до 1840-х. Надо мыть. Что там, Леша? Вот с этой небольшой ямки мы тут уже хорошо подняли. Валю. Глину. 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 Нет. Нет, вот где доски. Старая доска. Вот нам с... Вот к этому бумагу что-нибудь будет. Вот еще одна прелесть. Еще одна Екатериночка. Или Елизавета. Надо чистить. Ложим в кучку. Смотрите, как мы уже тут его бахнули. Основательно. Опа. Да, смотрите, ребят. Рог. Раньше они стреляли козлов. Ели. Посмотрите, 200 лет назад. Это косули-рок. 200 лет назад была тут косуля. А то говорили, не было у нас косули раньше. Вот он, пожалуйста. В доме, которому 200 с лишним лет Рог косули. Очень большой рог. Смотрите, какой он огромный. Был обломанный. То есть он был в 2 раза больше, как минимум. Все у нас тут было в Сибири. Косулька. Все, что не осталось, съели ее 200 лет назад. Вот она, видите, доска. Вот под ней все сигналы. И все сигналы прям под колок. Вот, ребята, собрал я рог. Смотрите, какой он здоровый. Это говорит о том, что косуля была крупная. Огромный рог. Какой длины. Вот такая была косулька. Ну, колеш, подожди, я примерю. Не идет к тебе. Ребят, всех монет мы не будем вам показывать, как мы выкапываем. Что-то интересно, если будет там сигналы крупные. Ну, вот сейчас опять мелкая монета. Тут собулька. Костик. Мелкая монетка. Вот она. А вот здесь. Жирная как-то. О, крупненькая. Это по-любому кончик. Копейка. Это, ребята, теньга. 1750 роковых годов. Надо чистить. Смотрите. Смотрите, ребята, сопутка. Гребешок костяной. Такое я нахожу первый раз. О, есть? Угу. Че-то. Блин, какие у нас лица грязные. Ветер сильный. Вон, я ее вижу. Вон. Вот она. Нет, еще не показали. Да? Нет, монетос. Монетос, да, здоровый. Я говорю, вижу ее. Я тебе говорю, крупная монета. Питак еще один, наверное. Третий пятак. Нет, не пятак. Это что-то мелкое. Для двушки это здоровое. Ну, вот трешка. Не, надо отмачивать. На один. Для двушки это что-то здоровое. Для павловской. Что-то еще есть в таянке. Ну, вот это ты хотел бросать. Ушли. Нет, ну, что это такое? Это позвоночник отлюбил, Леша. Может быть, это пятак кольцевой? Гребешок порадовал. Костяной. Был бы целый. Умели люди делать раньше. В общем, ребят, крупная монета это пятак. Пять копеек Сибирь. 1776 что ли год. Пять копеек Сибирька. Лешка выкопал. Слушай, у нас монеты уже везде валяются. Выкопал, ага. Как ты думаешь, крупная? Слушай, ну, такие у нас дома были только в сектах. Раскрою тайну. Многие в сектах копали. Это трактовая деревня. Которая соединяла Омск с Колыванию. Вот она красавица. Ну, слушай, мы с тобой сидим монет набьем. Нам домой надо было с тобой ехать. Мы забили. Ну, не похоже на монету уже. Что-то мелкое. В этом камушке, да? Да какая-нибудь опять конина. Не ломает, нет монеты. Монета? Угу, ну, видишь. Кругляк. Почему-то они там убитые в том углу. Ну, сырость, скорее всего. Солнце уже садится, но негры еще работают. Тут главное не торопиться. Не выкопал. Не, не выкопал. Блин, так-то уже там блин идет. Значит, здоровый опять. Не, сейчас здесь будет. Вот он. Нашел? Блин, ну, подопитые они здесь, конечно. Сибирка. Соболя. Плохо видно. Сейчас почищу. Как мы вам обещали, сибирки у нас есть. Вот если вы присмотритесь, в правом углу видно соболя. Сильно я ее шуркать не буду, иначе испорчим. Чистить надо, ну. Чистить надо. Руслан не сдается. Я что-то уже подсдулся маленько. Что-то еще вот они есть, ребята. Вот она. Монета? Не вижу. А, ты вон, на пальцы положил. Екатерина. Видно, вентиль Екатеринский. Надо чистить. Да? Екатеринка. Тут все, Екатеринка. Сейчас покажу. Покажу, а то вдруг не верите. Неохота просто их сильно шуркать. Это конь, полушка, либо копейка. Тут конь нарисован, а тут вентиль, вот там, пожалуйста. Если присмотреться, Екатеринецкий. Екатеринку, видать. Пробьем. Пробьем еще. У, ребята. Сил уже нет. Трек уже сел. Монета себе крут. 49, это крутая монета, ребят. Это как минимум, вот такого размера должна быть. Пятачина опять. Ну, может быть, тебе два пятака досталось, мне один. Может быть, меня теперь пятак выкопаем. Ух ты, вот это мы что-то поймали на половину. Подрубануть бы. Подполье. Ну, деды, радость моя. Показала зима. Это след от монеты, смотрите. Где? Круглый. Ага. Монета выпала. Ну, это двушка. Павловская. Скорее всего. Судя по размеру. Вот она. Где-то ты ее гуляешь туда-сюда. Не знаю, Леш, это не пятак. Посмотрим, что это. Это пол пятака. Давай. Ребята, отреставрируем монету. Никогда так не делайте, ребят. Никогда. Нам с Лешей можно. О, Павел первый. Да, Павел первый, душка. Который ты как ты нашел. Угу. Две копейки, ну. Да, ребят, разочарование. Да, уже нифига, нам уже Павлики не нужны. О, убитые две копейки. Чуть не надпишался. 99, что ли? Ну, такая же коптея. До того мы увлеклись. Даже клещей на себе не смотрим. Вот, видать, вторая часть дома пошла. Опять уходит вглубь. Почва. Нет, это глина, Леха. Нет, это глина, Леха. Ну, видишь, проваливший лопат, туда вообще уходит. Вот там, скорее всего, столбик стоял. Ну, надо бить до конца. Не выкопал. Не выкопал. Ну, здесь, на сексути, прозвони. Не, не выкопал. Догадывайся. О-о-о. Нет, ты выронил хлам какой-то, наверное, вон он крестик, Леша. Подожди, я покажу. Ага, точно он лежит. Поднимай. Ну-ка, дай, подожжу. Целенький, ага. Сегодня уже ему какой-то третий подняли. Третий. Все, ребят, последний сигнал выкопаем. Что там на цифрах? 47, но что-то крупное. Последний сигнал выкопаем и харе. Вот тут где-то эта красавица лежит. Вот она. Вот там камни. Давай, камень. Ну, это точно монета. Ага, давай, покажу. Монета. Скорее всего, двушка опять, Павел. Ребят, ценности не представляют монеты. Поэтому мы можем себе с Лешей позволить пореставрировать. Еще раз повторюсь я. Сильно-то ты там нет. Так, слегка. Оп, монетку нашел. Одну сторону. Все, все, сильно, не шоркай, давай. Павел, нахуй. Блин, ребята, не видно, надо чистить. А, ну вот, видно, буква П. Буква П тут. Видать, все, конечно, худубитые. Ну, если почистить, еще и, кстати, некоторые хорошо почистятся. Павел I, 1800-е годы. Ну что, ребят, все, дом мы увидим. Монетку. Сейчас его закопаем маленький, поедем домой. Уже стемнело, находки мы вам покажем завтра. Положим их было, они откиснут. И завтра вам покажем, что мы нашли. Все, давайте всем счастливо, всем пока. Ну что, ребят, смотрим находки. Вот на первой фотографии вы видите. Это находки Илешки, камрада моего, который с Аськой копал. Вот он выставил только старые монеты с дома, которые поднялись. А ведь он даже не выставлял. Вот можете посмотреть. Сейчас я вам покажу свои монеты. Ну что, ребят, как и обещал. Смотрите. Сибири мы нашли. Попалось 4 рарика сразу с одного дома. То есть в каталоге они обозначают как RR. Смотрите, сколько Сибири. Полушки кони, деньги кони. Смотрите, полушка. Конь как сохранилась тоже. В каталоге она идет R. Обалденный сохран. Все видно. Вообще шикарная монета. Смотрите, какой прекрасный всадник тут. 1783 год. Все оригинальное, все настоящее. Сами видели все выкапывали. Ребята, кому надо, налетайте. Желающих много, пишите, предлагайте. Все продается, высылая в любые города. Пятачок оказался тоже рариком. В каталоге он R. Единственное, есть буквы КМ мелкие, есть большие. У мелких, мелкие разновид дороже. Мне кажется, вот мелкие буквы КМ. Сохран тоже хороший. Ну, не скажу прям хороший, но нормальный сохран. 1790 год. Если его дочистить граверами, правильно, он будет шикарный. Вот такой пятачок. В каталоге R. Двушка. По-моему, в каталоге тоже R. Копейки вот эти. В каталоге тоже R идут. Видите, у нас КМ-овские монеты. КМ-овские монеты, они дороже, чем ЕМ. Они редкие. Шикарные тоже. Копеечки. В общем, монеты. А, вот еще рарик один, ребят. Короче, пять рариков попало с одного дома. Полушка 1798 год. Тоже в каталоге обозначается R. Павел первый. В общем, вот такие рарики. Советы, я не знаю, даже вам показывать неохота. Сопутка тут у нас шла. По верхам. Я их еще даже не смотрел. Может быть, тоже какие-нибудь есть редкие. Но вот меня больше интересует такая монета. Кони. Сибирь. Деньга. Елизаветина. 48 год. У некоторых сохран, конечно, плотевный. Но все равно это лучший, даже вот такой сохран, чем какой-то совет. Короче, четыре или пять рариков. Попалось. Крестики. Вот еще находки некоторые отмокают. Я их не достал. Это вот советы, в частности. Конино, пуговички, гирьки. Я вам показывал. Может быть, это кому-то надо в школу, там, для истории. Могу там догонку к монетам кинуть. Канина с боском. Стеколка. 200 ей с лишним леди. Это 250. Впрочем, вот такие вот находки. Порадовал домик. Короче, где-то мы с дома больше 35 монет вытащили. Так что, пишите, кому что нужно. А рарики есть. Ну, а если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дальше будет только интересней. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok